Люда Бирман, участница сегодняшнего модного эксперимента, стилист скорее по призванию, нежели по профессии. Много лет она посвятила банковскому делу, а умением эффектно комплектовать стильные луки вызывала восторг и зависть еще до того, как миллионы персональных шоперов и прочих фэшн-аналитиков заполнили эфиры и интернет-пространство. Я никогда не иду за определенной маркой или за определенной вещью, которая как будто бы мне не хватает в гардеробе. И я никогда не гонюсь за брендами, и меня даже больше интересуют марки не очень известные, не очень популярные, поэтому мне особенно интересно было для себя открытие сделать. А цвет вот этот, травянисто-зеленый, ну просто фаворит в сезоне. И потом, ну что такое цвет? Ну смотри, какая прелесть. В поездках и в прогулках очень комфортно, и в зависимости от того, что ты и с кем-то себя чувствуешь в определенный момент, это же может на все миксовать. Ну, предположим, если хочется дерзости немножко, я бы сюда добавила красный. Ну, предположим, шляпы или перчатки. Или синий очень хорошо, с зеленым. А если хочется такой тайной элегантности какой-то, то можно белый. Потому что верх, например, с белыми брюками, или с белым летним пальто, или с белой шляпой, или просто белые перчатки, просто роскошно. Ну-ка, сейчас мы еще что-нибудь придумаем по ходу дела. Теперь еще отдельно хочу сказать про вот эту яркую, замечательную деталь вампассы, которая, как известно, перекочевала с генеральских военных штанов, заполонила мир. Можно такие придумать креативные идеи. И потом такая полоса, она же нас делает стройными, силуэт удлиняет. Поэтому я считаю, что просто это великолепно. Ну, вот, кстати, про лампассы я говорила. Вот эти вот ленты яркие в рубашках, конечно, они придают такую остроту. И я считаю, что тут сочетание можно сделать замечательное, потому что можно же не только в тон рубашки подбирать, или на контрасте с рубашкой низ можно и поиграть с цветом ленты. В моей практике профессиональные очень часто приходилось ходить в костюмах. И, может быть, это избыточное уже, так сказать, влияние на мое сегодняшнее видение, поэтому я бы предпочла их разбивать. Хотя ничего плохого в этом нет. И здесь очень важно, чтобы это не было скучно и монотонно. И поэтому я бы, может быть, какие-то несочетаемые вещи предлагала тогда, если мы надеваем и пиджак, или как жакет, или пиджак с брюками, то я бы немножко тут поэкспериментировала. Вот смотрите, вот, предположим, эти брюки и туника. Прекрасно подойдет. И когда вы в офисе или в помещении, вы можете ее снять. Вот юбки, ну, это вообще эффектная ткань. Она, конечно, придает женственность. Я считаю, что юбку такую можно носить не только как самостоятельный, так сказать, элемент гардероба, там, со свитером каким-то или с курткой. Я бы надевала ее для себя, я ее беру, с тем, чтобы это был как элемент верхней одежды. Я, предположим, я это вижу на белое платье, которое будет немножко длиннее, да, ниже, чем юбка. Просто сверху и, придя на работу, можно, ну, даже куда, даже в театр можно ее снять. Я считаю, что к ней здесь очень важны, есть элементы, которые прекрасно дополнены. Капюшон и косынка, потому что вот если юбку я надену или даже на шифоновое платье, или даже, может быть, на трикотажные брюки или толстые колготки, красные можно, можно белые толстые колготки, и вот такой капюшон и косынка. Ну, вот смотрите, как чудесно. А вот короткие юбки для более, я вижу, креативных таких особ, потому что сюда, конечно, какие-то тяжелые ботинки я бы надела, но сюда колготки я бы не стала надевать, только леггинсы. Но здесь зато уместен, в отличие от этой юбки, как мне кажется, был бы короткий какой-то толстый свитер с аппликациями, там сердечки какие-нибудь, зверюшки какие-нибудь, и было бы здорово и интересно. А вот к этой юбке, вот сейчас мне приходит в голову сумку-почтальон. Было бы хорошо, коричневый ремень, белый короткий плотный свитер, и, наверное, в отличие от этой, я бы сюда надела даже туфли или полусапожки на тонком-высоком каблуке. Вообще, это же очень индивидуально, от настроения зависит. Я точно знаю, что та вещь, которая мне нужна, она все равно мне встретится. Субтитры сделал DimaTorzok